Доброго времени суток в эфире телеканала ТВ-21 Буй, передача «Город хочет знать» и ее ведущий Владислав Румянцев. Последствия пандемии по-прежнему беспокоят граждан города Буя. Об изменениях в социальных выплатах сегодня в нашей передаче нам расскажет Ирина Александровна Куминская, директор комплексного центра городского округа город Буй. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, в первую очередь, конечно же, нам нужно объяснить, что такое социальные выплаты и как они изменились. Да, действительно, пандемия затронула многие семьи и многие попали в трудную жизненную ситуацию. И такого направления, как социальный контракт, многие жители уже Буяйбуйского района знакомы с этим направлением. Единственное, что в этом проекте изменились немножко выплаты. Если раньше жители получали каждый месяц определенную выплату, то теперь есть выплаты единовременные. И направления конкретные, даны четыре направления, по которым можно заключить социальный контракт с нашей службой, социальной защитой населения. Давайте по порядку, наверное, начнем с самого первого. Какой у нас из первых вариантов? Да, первое направление, которое рассматривает социальный контракт, это поиск работы, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, стажировка. Что оно включает? Если человек желает переобучиться, получить либо другую профессию, либо трудоустроиться, но не может это делать самостоятельно, не хватает денег, например, на переобучение, все это предусматривается в рамках социального контракта. Здесь нужно подчеркнуть, что это бесплатно, если я правильно понимаю. Нет, это платно, но эти деньги будут включены в социальный контракт. И эти выплаты будут осуществляться действительно так, сколько человек и стратит. До 30 тысяч выплаты идут по этому направлению. Что нужно сделать человеку, который хочет действительно получить такой соцконтракт, оформить этот соцконтракт? В первую очередь, если он вообще не трудоустроен, это обратиться в службу занятости и встать на учет. Это первое, что нужно сделать. Еще хочу обратить внимание, что социальный контракт направлен действительно на людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это малоимущие семьи, либо малоимущий одинокий гражданин. Что такое малоимущие? Это действительно семьи, которые получают пособия, выплаты определенные детские. То есть есть такие семьи, такие категории. Далее. Второе направление, которое есть, это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Здесь человек действительно хочет открыть свое дело, и ему по социальному контракту до 250 тысяч единовременно выплачиваться. Но условие этого контракта такое, что человек должен оформиться в налоговой, как индивидуальный предприниматель. Ну, есть ли какие-то страховки? Это действительно немного может, наверное, спугнуть. Да, может спугнуть, и для этого нужно действительно написать бизнес-план, который будет реальный. Дело в том, что для осуществления этого социального контракта, созданного при администрации городского округа, город Буй и Буйском районе, созданы две комиссии, на которых рассматривается каждый социальный контракт, который будет в будущем заключен с нашим департаментом соцзащиты. И рассматриваться будет, действительно ли пойдет данное дело, будет ли оно выгодно для данного человека, действительно ли он выйдет из этой трудной жизненной ситуации. И человек действительно может запаниковать, действительно ли это дело пойдет у него, прибыльно ли оно будет. И вот для этого в состав группы включен экономический отдел. Да, то есть человек может напрямую обратиться в этот экономический отдел для составления бизнес-плана. То есть и по составлению бизнес-плана тоже помогут? Будет помощь, да. И чтобы написать социальный контракт, мы еще пишем, помогаем человеку программу адаптации. То есть мы туда все включаем от начала обучения. То есть даже, например, человек, который не представляет, что такое ИП, но хочет, нужно обучиться. Мы можем этого человека в рамках соцконтракта также обучить. Какие еще варианты? Третье направление – это создание личного подсобного хозяйства. Здесь тоже условие такое, что нужно встать налоговой как самозанятой. Это немножечко отличается от ИП, и все подробности, это можно узнать налоговой, как это все правильно оформить. Здесь выплата какая идет до 100 тысяч рублей на приобретение, действительно на развитие своего личного подсобного хозяйства. Здесь различные варианты. То есть может быть и мелкий скот, может быть и посадка овощей каких-то, да. Но не только для личного потребления должно быть это все, но и на продажу. Это не имеет значения город Буй или может быть район? Да, без разницы. Соцконтракт осуществляется на всей территории города Буй и Буйского района. Отлично. Здесь есть какие-то страховки? Что, если со скотом что-то пойдет не так? Предусмотрены, конечно, в рамках соцконтракта определенные риски. Понятно, что это будет прописано в соцконтракте. И если человек все будет выполнять в рамках соцконтракта, как прописано, выплаты не возвращаются. Но если будет что-то нарушено, там, конечно, будет рассматривать департамент это все. То есть выплаты, возможно, какие-то придется возвратить. Но вот эти риски, они предусмотрены, и за них платить не надо будет. Немножко подробнее. Вы говорили о кормах, но это было раньше, если я правильно понимаю. Да. Ну вот в рамках четвертого направления, которое еще есть у нас, да, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданина трудной жизненной ситуации, там действительно есть такое. Что это за направление? Ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в Костромской области за второй квартал года предыдущего. То есть каждый месяц человек будет получать 11 928 рублей. Это в течение шести месяцев. Вот такой соцконтракт. Что под этот контракт он включает? Если действительно семья попала в трудную жизненную ситуацию, да, и ей действительно нужно, например, собрать детей в школу, да, кормились, например, один, был уволен, например, в разгар пандемии, да, что, ну, лишился работы, не уволен, а был лишился работы он. Мы действительно этой семье можем помочь в рамках соцконтракта и оформить этот соцконтракт. На лечение, например, можно эти деньги направить, да, то есть экстренно кому-то что-то вдруг потребовалось, неожиданно человек заболел, да, тоже можно направить этот соцконтракт. Но опять же подчеркну малоимущие семьи здесь вот это все. Дальше куда можно направить? На покупку действительно кормов, да, то есть тоже это можно направить, эти деньги. Ну и различные другие ситуации. Каждый соцконтракт, он будет индивидуален. И все это будет рассматривать комиссия. То есть человек к нам обратится, мы поможем со сбором всех документов, которые необходимы для этого соцконтракта. И каждый контракт будет рассматриваться на комиссии обязательно. И только после этого будет заключаться договор в нашем департаменте соцзащиты. Кто входит в комиссию? Вы говорили о том, что есть экономисты. Да, экономисты есть. От нашего комиссного центра я хожу в эту комиссию непосредственно. Заведуют комиссией Игорь Александрович Ральников при городе, при районе Александров. Александр Михайлович. Кроме того, еще включены различные экономисты, мы сказали. Бизнесмены, кто действительно может помочь реально человеку развить предпринимательскую деятельность. То есть люди, которые уже побывали в подобном мире. Да, да, да. То есть поэтому помощь оказываем действительно реальную. Нужно ли будет потом вернуть деньги? Нет. Нет. Если соцконтракты, все, что прописано в программе адаптации и в социальном контракте по договору, если все действительно человек предоставил, все выполнил в рамках соцконтракта, то деньги не надо возвращать. Они могут достаться как раз именно тому человеку. Да, да, да. Ну и в рамках соцконтракта этого, естественно, на покупку каких-то, ну действительно, 250 тысяч дается человеку на покупку, на приобретение чего-то, да, чтобы развивать свою предпринимательскую деятельность. Он должен предоставить нам чеки-отчеты, что он действительно эти деньги потратил вот именно на приобретение. Каждый социальный контракт, он индивидуален. То есть с каждым человеком мы индивидуально проконсультируем, поговорим, да. Бывает так, что человек, например, придет с одним намерением, а мы рассмотрим так вопрос, что он подойдет под другой соцконтракт. Он действительно согласится, например, переобучиться, например, да, не ИП сразу, а переобучиться сначала, а потом уже оформлять ИП. То есть каждый контракт, он индивидуален. Поэтому индивидуальные консультации мы оказываем в нашем комплексном центре по телефону 4 39 48. То есть можно обратиться. Скажите, какие сроки могут быть заключены? У соцконтракта, да, срок есть, действительно. Вот по поиску работы, по стажировке и по трудоустройству не более чем на 9 месяцев заключается социальный контракт. На ИП личное хозяйство, ЛПХ, до 12 месяцев, то есть до года соцконтракт. А на трудную жизненную ситуацию, которая единовременной выплаты по четвертому направлению, это до 6 месяцев. Вот такие сроки. Скажите, есть ли у вас уже живые примеры, когда к вам обратились и что-то получилось? Пока еще примеров нет, но обратившихся очень много к нам людей. У нас сейчас готовятся два контракта, и люди собирают уже документы на индивидуальное предпринимательство. Я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим уже на комиссии эти два человека, кто к нам обратился. Очень много по четвертому направлению обращается, но я сразу говорю, что у нас есть квоты определенные, и комиссия будет действительно обратить, кому действительно нужны это направление, кому действительно нужна реальная помощь. Поэтому вот прошлые контракты нам показали, что действительно помощь у нас, вот когда выплаты были по-другому, назначались, да, у нас люди приобретали и теплицы, и мелкорогатый скот, и брали выплаты на приобретение кормов. То есть это действительно реальная помощь, и люди брали. Конечно, нас интересует вопрос того, к чему нужно быть готовым, какие документы нужно уже, возможно, подготовить перед тем, как отправиться к вам. Да, ну это, во-первых, справки обязательно о пособиях всех, что получает человек, заработки, которые он имеет. То есть действительно семья должна подтвердить статус малоимущей. Это вот первое, с чем они должны прийти к нам. Он должен быть подтвержден заранее или буквально вот на канал? Нет, мы сами рассчитаем среднедушевой доход семьи и действительно скажем, подходит человек или не подходит. Если действительно люди, которые заинтересуются этим, то они могут обратиться непосредственно к нам в комплексный центр. И более подробно мы расскажем о каждом направлении, проработаем все, может быть, перенаправим на другое направление, то есть окажем всяческую помощь для того, чтобы действительно человек вышел из трудной жизненной ситуации. Потому что социальный контракт действительно направлен на то, чтобы оказать человеку и семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, который пытается выйти из этой трудной жизненной ситуации. То есть не просто сидит дома и не хочет ничего делать, а получить эти деньги. А действительно тот, кто желает выйти из этой трудной ситуации и пытаться всеми силами найти работу, либо на свое дело открыть, но не знать, с чего начать. То есть действительно как бы стимулировать эту семью, поддержать, ну как катетер, как бы, да, вот, чтобы действительно к дальнейшей деятельности направить людей. Ирина Александровна, скажите, куда к вам прийти? Где находится центр комплексного обслуживания? Наша центр находится по улице Красной Армии, дом 6, второй этаж. Телефон как? Телефон 43948. В какое время лучше всего прийти? Работаем мы с 8 до 5, перерыв в 12 до часу. Ну что ж, а я напомню нашим телезрителям о том, что это телеканал ТВ-21 «Бой». В студии была передача «Город хочет знать». Сегодня мы пригласили к нам в гости Ирину Александровну Куминскую, директора комплексного центра города «Бой». Она нам сегодня рассказала про изменения в социальных выплатах. Ирина Александровна, спасибо. Очень надеемся, что у вас все получится и к вам обязательно придут люди. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.